Шанель Шанса. Ну, погоди, Шанель Шанса, подожди. Ну вот смотри, ну вот взять тоже Белоснежку. Так, чтобы у тебя одни духи звучали сначала, как мать, которая сидит у окна, и у неё падают капли крови на снег. Нет, это у мать. И потом беременность, потом Белоснежка, потом как мачеха, потом, значит, как гномы. Вот это вот, как каждый из гномов. Да, да, вот это вот потом как принцип, а потом как одно, другое, третье. Впихнуть не впихуемое, ну, да, тоже нельзя. Есть определенная, как бы, вот, длительность, да, и возможность развития того, другого, третьего. Но какие-то куски сюжета, ну, естественно, да, там могут быть. Ну, да. Но, соответственно, чем более простой аромат, чем он меньше раскрыт, тем меньше кусок сюжета ты можешь взять. Ты можешь взять фотокарточку, да, там, это даже не двигающиеся портреты из Гарри Поттера, да. Ты знаешь, я думаю, что при должном, если такова художественная интенция, можно в одной иллюстрации впихнуть очень большую историю, даже если это статичная фотография. Можно сделать? Можно. 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 Это вопрос тогда искусства композиции. Во-первых, искусства композиции, во-вторых, опять же, от духов этого не ждут. Я думаю, что не хотят они все это проживать. Ну, да, да, наверное. Но вместе с тем... Ну, если я хочу быть белоснежкой, так, да, там, не знаю, во дворце, зачем я буду пахнуть гномами, малефисент этой мачехой, мамой своей, папой, принцем, зачем? Я хочу быть чем-то другим, я хочу быть вот белоснежкой в этот момент. Без гномов. Нахер гномов. А какой смысл тогда быть белоснежкой, если у тебя нет семь гномов? Тогда почему белоснежка, а не просто приятная, милая девочка? Красивая, молодая, что еще? Чувствовать современный аромат до этого и сводится. То есть мы получаем на самом деле все наоборот. Мы получаем фотографию глазняшки в красивом платье, за которую, собственно, люди несут деньги, чтобы почувствовать некоторую сопричастность и, как ты говоришь, узнаваемость. Узнаваемость, за которой, как мы знаем, стоит знакомый сюжет. То есть сюжет мы должны все знать для того, чтобы по фитокарточке опознать... Крепент. Опознать персонажа, по крайней мере. Персонажа. Опознать персонажа, опознать сюжет. И поэтому, наверное, в парфюмерии говорят о сюжете, о том, что покупается сюжет. Но с моей точки зрения часто покупается и не сюжет, а состояние. Слишком громко, не знаю, там, состояние. Я, выпускница, еду в Каприолете по, не знаю, какому-то там... По Невскому. По Лос-Анджелесу, по какому-нибудь хайвею, да, эге-гей. На троге с губерцем. На троге с губерцем. Вот это вот экстатическое состояние. Не знаю. И сюжета никакого за ними здесь скрыто, собственно. Это просто застывшее в моменте счастье. Счастье, да. Момент счастья, состояние. Нет, можно, конечно, за этим и Линча вообразить, и что угодно при желании. Нет, при желании можно дофантазировать. Можно из абсолютного нуля выстроить огромную историю. Мне просто интересно, что часто наличие какого-то альфакторного сюжета, который даже можно прочитать, особенно если он нагружен не только образами успеха, молодости и красоты, оно отталкивает людей. Потому что мы видим много, не очень, кстати, даже много, мало достаточно, ароматов типа Мандрагора, Дат-Рануар, Чёрный гранат, который по большому счёту тот же самый Джо Малон, что и остальной Джо Малон, и никакой у него не другой Джо Малон. Но называется-то Чёрный гранат. И выглядит как Чёрный гранат. И человек такой, о-о-о, а я-то готичный. То есть это как маска на хилоин получается. Так? И если мы туда положим настоящее отравленное яблочко от белоснежки, то дураков не было покупать за свои деньги, что логично. Ну и если, слушай, ведь, если мы говорим про отравленное яблочко, магия-то была об обмане. Ну да. Если бы отравленное яблочко пахло бы на снежке отравленным яблочком, Чёрт из два, она бы его укусила. Дураков нет. От такой мачки можно подумать, можно было чего-то другого ждать. А зачем есть-то невкусное? Оно же там по сюжету такое красивое, ну и так оно прекрасно пахнет, а вот этот вот яд, он там не читается. Ну да, правильно. И, соответственно, если он у тебя читается сразу, то срабатывает. Опять же, фильм ужаса, это, как бы, фильм ужаса продают, и продают сарк, почему? Потому что ты выходишь и сразу думаешь, какое счастье, что это всё не со мной, и всё это... Ты, в принципе, всё время знаешь, что ты-то сидишь дома на диване, ну или в кинотеатре, и всё хорошо, всё хорошо. А это там. А это просто подёргать за нервные окончания. Ну да, я думаю, что духи дёргают за слишком близкие к телу нервные окончания, и, конечно, мы не будем ничего. Хотя то, что называется жжёные резины и горящие покрышки, да, запах перегоревшей лампочки, запах пороха, всего такого, я думаю, что это похоже на фильм ужасов. То есть это тоже такая стимуляция нервной системы с странными, тревожащими образами. Или даже при общении к сюжету. Какой бонус, да, может получить человек... Кстати, мне этот вопрос часто задают, и я часто его встречаю, да, как она говорит, «Кем надо быть, чтобы хотеть пахнуть цементом? Кем надо быть, чтобы хотеть пахнуть горящей резиной? Что тебе даёт запах горящей резины на запястье? Ну, тебе как покупателю, тебе как, да, как человеку просто, как носителю с точки зрения всего твоего бэкграунда? Слушай, ну, люди же у нас всё-таки все разные. Конечно, да, я пытаюсь... Есть прям массовые сюжеты, которые нравятся очень многим, и опять-таки очень многим находящимся на определённом, не знаю, этапе развития. Да. Да, уровне ресурса иногда бывает даже. Да, или там, этапе жизни, когда вот это вот существенно, это значимо. Реакция группирования у подростков, да, например? Вот у всех шансов, у меня больше шансов. Ну, да не только у подростков, всегда принадлежность к социальным условиям, принадлежность там к касте. Духи как социальный атрибут, как пионерский галстук, как лабутены. Не знаю, это показатель статуса, показатель, там, может быть. То есть там сюжет весь, ну, как бы, тоже включается в одной фразе, что я молодая, богатая и красивая. И моя жизнь прекрасна, у меня жизнь прекрасна, а у вас нет. Вот это как бы вот... Например. Например, да? Да, ну, про это понятно. А жены и покрышки-то? А жены и покрышки, ну, опять-таки, люди разные. И кому-то вот армия девушек в розовых пачках, ну, как бы, прикидается или неинтересно. То есть штабели поклонников могут приезти, ты хочешь сказать? Гипотетически, потому что так-то их нету, конечно. Это та же самая иллюзия. Не, ну, погоди. Есть же эта история про прадед... Это большая, с моей точки зрения, большая иллюзия думать, что поклонники есть только у девушек в розовых пачках. Ну, естественно. Ну, да. Я говорю, что это... Ну, есть штабели поклонников у панк-принцесс, да, значит, с проколотыми ноздрями. И там тоже атрибутика. Как ты будешь пахнуть ванилью и карамелью, если у тебя, значит, разноцветные волосы, чёрные тени, пирсинг во всех местах, и ты вся такая, значит... Не такая. Вся не такая. Как ты будешь конвенционально пахнуть? Нет, тебе нужен другой аромат. Тебе нужны покрышки, например. А может быть... Ну, это один из... Да. А может быть так, что у тебя с этим что-то связано. Ну, не знаю, я встречала много людей, которые, не знаю, которым, например, в детстве они там сидели рядом с мамой, пока так красила ногти, и очень нравится, как пахнет ацетон. Правда? Да. Или лак для волос, да, наверное? Или лак для волос. Капец. Что это какие-то якоря, которые что-то запускают, да? А бетон, допустим, не знаю, может быть, кому-то пахнет новой квартирой, человек очень хочет своё жильё. Ещё бы! Может быть, он купил целый дом и собирается их все сдавать. Это ж вообще... Ну, вот, да, разное. Или папа был строитель, или... А тебе? Или это как ощущается, как очистка и защита рецепторов от всего вот этого, вот, от всей этой розовой пены, которая уже вот здесь.